Итак, тема сегодняшней нашей беседы – «Кто твой господин?». И в Священном Писании в книге Судей, 10 глава с 9 по 14 стих, мы находим такие слова. «Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином. И с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сына Израилевы Господу и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и амалитяне, и филистимляне, и седоняне, и амаликитяне, и муавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их, а вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время. Итак, это книга Судей, 10 глава, с 9 по 14 стих. Итак, здесь мы видим, Бог говорит, что есть тесное для человека время. Тесное для человека время – это когда он стеснен разными сложными обстоятельствами, как бы с разных сторон. И та ситуация, в которой оказались израилетяне, это была та, что они долго служили разным народам, но когда эти народы начинают их стеснять, они обращаются к Богу. Но Бог отвечает им, вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время. Итак, что мы здесь видим? Здесь мы видим, что израильтяне сами зашли в такое неудобное состояние, положение, когда значительное время они вступали в компромиссы с разными народами. Народы Ханаана, в частности, по истолкованию святых отцов, они символизируют собою семь смертных грехов. И когда в книге «Второзаконие» Господь говорит, что когда вы придете в землю обетованную, вы должны разрушить всех идолов, вы должны прогнать семь народов Ханаана, вы должны построить храм Богу и избрать царя. Вот эти законы о Святой Земле, они очень знаменательны. То есть, первое, надо уничтожить идолов. Идолы современного мира – это не каменные стуканы. Это чаще привязанность к земным благам. Поэтому идолы современного мира – это евро, это доллары, для кого-то рубли или что-то еще подобное. Золото, серебро, драгоценные камни. И иногда идолом для нас может оказаться какой-то человек, например, правитель. Это опасная ситуация, потому что в Писании сказано у пророка Исаии, «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». То есть, сегодня он жив, а завтра нет. Ибо жизнь человека, как учит Библия, это как пар, который на малое время, этот пар появляется, потом малейшее движение ветра, и он пропадает. Следующее повеление Божие – прогнать семь народов Ханаана. Оно указывает на то, что мы должны избавиться от семи смертных грехов. И это совершенно необходимо, чтобы войти в христианский Ханаан. А христианский Ханаан – это Царствие Божие, куда мы стремимся. И на пути к Царствию Божию мы должны избавляться от смертных грехов. Как это можно сделать? Семи грехам мы должны противопоставить семи смертным грехам семь добродетелей. Ибо каждому греху противостоит какая-то добродетель. И на православной иконе изображается страшный суд. Где изображается страшный суд, там мы видим бесов, которые олицетворяют каждый один из семи смертных грехов. Но им противостоят ангелы, которые олицетворяют семь ангелов, семь добродетелей, которые противостоят семи смертным грехам. И это очень важно. Далее. Надо построить храм. В Священном Писании сказано, храм Божий свят, а этот храм – вы. Действительно, Дух Божий живет в нас. А это значит, что наше тело – это храм для обитания Духа Божия. Также в Слове Господнем сказано, верую вселиться Христу в сердца ваши. А Христос говорит, что Он хочет войти в наше сердце и вместе с Отцом Небесным сотворить трапезу в нашем сердце. А когда мы причащаемся к телу и крови Иисуса Христа, в святых дарах Он сам входит в нашу жизнь. Поэтому повеление построить храм из книги Второзакония аллегорически указывает на необходимость для христиан сделать из самого себя каждому христианину храм Божий, верою вселиться Христу в сердца ваши. Это важное повеление от Бога. Также апостол Павел говорит, любовь Божия излилась в сердца ваши духом святым. Далее говорится в книге Второзаконии, что надо поставить царя. В настоящее время над нами могут царствовать страсти и дурные побуждения. Но надо, чтобы не грех царствовал в нашей жизни, а чтобы царем над нами был Христос. И чтобы его царство, то есть тот божественный порядок Нового Завета, который Он предлагает нам, оно бы проникло бы в нашу жизнь, в наши сердца. Мы только тогда становимся подданными Царству Христову, когда покоряемся Его Божественной воле и начинаем руководствоваться Его евангельскими заповедями, евангельскими божественными принципами. И это очень важно. Поэтому то, что у иудеев происходила сложная вот эта ситуация, когда они погрязли в собственных грехах, и вот конфликты с этими народами, которые символизируют прежде всего семь смертных грехов народа Ханаана, это указывает на то, что освобождение наступает тогда, когда мы останавливаем движение греха в нашем сердце, в нашей жизни. Бог долготерпелив и многомилостив, но иногда создается впечатление, что он почему-то молчит. И у пророка Исаии 59 глава 1 и 2 стих мы находим такие слова. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Здесь в честь пророка Исаии нам сообщается о том, что ухо Господа, оно не отяжелело для того, чтобы слышать нас. И если мы пребываем, ощущая в нашем теперешнем состоянии как бы Богооставленность, то это связано не с Богом, а это связано с нами. Иногда неверующие задают вопрос «Может ли Бог создать камень, который Он не сможет поднять?» Это такой хитрый вопрос. На самом деле такой камень есть, этот камень – человек, наделенный свободной волей. Но не в том смысле, что Бог что-то не может. Бог не хочет спасать нас без нас. Так учат отцы церкви. Поэтому очень важно, когда мы избавляемся от того, что мешает нам выстраивать правильные взаимоотношения с Богом. Богооставленность она ощущается во время тяжелых катаклизмов, когда военные конфликты или когда личные страдания и переживания человека, когда он тяжело болен, и целые народы и отдельно взятые люди ощущают эту Богооставленность и они говорят «Где же ты, Господи, поговори с нами? Не молчи!» Но из этих двух отрывков из книги Судей 10 глава с 9 по 14 стих и из пророка Исаии 59 глава 1 и 2 стих мы видим, что человек сам препятствует тому, чтобы между ним и Богом был бы полноценный диалог. Теперь мы поговорим о тех формах идолопоклонства, которые могут проявляться в жизни верующих и которые мешают нам выстраивать с Творцом правильные формы общения и взаимодействия. Прежде всего это пренебрежение Словом Божьим и исключением из нашей жизни страха Божия. Христос назван в Евангелии Словом Божьим. Сказано «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодать и истины». И сказано в Библии «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Это то наставление, которое боговидец Моисей дал Иисусу на вину, который должен был вступить в землю обитованную. То есть мы не должны пренебрегать божественным откровением, потому что, как говорил блаженный Ироним, тот, кто не знает Слово Божие, не читает Слово Божие, тот не знает Христа и не собеседует с Ним. В книге Притч 28 глава 9 стих сказано, «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Это притч 28 9. То есть в зависимости от того, пренебрегаем мы Словом Божьим или нет, наша молитва или доходит до Бога или нет, и кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Таким образом, очень важно, как я часто говорю, соединять с чтением молитвы чтение Священного Писания и соединять с чтением Священного Писания молитву, тогда возникает полноценный диалог между нами и Богом, когда в молитве мы обращаемся к Нему, сдаем Ему вопросы, рассказываем о своих проблемах, а соединяя молитву с чтением Слова Божия, мы получаем ответы на наше вопрошение. А те люди, которые отклоняют ухо свое от слушания закона, они избирают как бы другой авторитет для себя, потому что человек не может не слышать что-то, и если он не хочет изучать, исследовать Божественную весть Святого Евангелия, то это значит другие потоки информации будут проникать в его сознание. Другая форма идолопоклонства – это волшебство. И часто привязанность к магизму являет форму непослушания Богу. В первой книге Царств 15 глава 22-23 стих мы читаем «И отвечал Самуил «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Итак, о чем здесь говорится? о том, что очень важно воспринимать Священное Писание как Господне руководство к действию и не сводить наше общение с Богом к ритуальным каким-то моментам. Самая совершенная форма для христианина приблизиться к Богу, это причастие Его тела и крови. Но тот же апостол Павел пишет, кто ест и пьет, не рассуждая, а теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому и болеют, и даже умирают такие люди. Итак, непокорность, непослушание Богу такой же грех, как волшебство, магизм и противление такой же грех, как идолопоклонство. Почему? Потому что сторонники магизма, они считают, что достаточно определенных действий, когда я совершаю действие А плюс действие Б, я должен получить результат С. Но это неправильно. Человек может все совершенно правильно, как бы, внешне совершать, но будет результат от этого или нет, это решает только Бог. И мы знаем, что у Божьего Патриарха Якова была жена, которая требовала «дай мне ребенка, иначе я умираю». И он говорил, «Разве я Бог?» Подобное было и с патриархом Исааком. Разве мы Боги, чтобы решать по поводу того, что нам нравится, что не нравится? очень важно сначала покориться Богу, Его божественной воле. И Бог призывает к повиновению. Сказано, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть существует некая иерархия во взаимоотношениях между отцом и сыном, Христом и молящимся мужчиной между мужем и женой. И послание к Ефесянам, 5 глава, 22 стих сказано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И в этом же послании 6 глава, 1 стих, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». И в этом же послании к Ефесянам, 6-5, «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу». То есть отношения с Богом начинают строиться из тех взаимоотношений, которые обнаруживаются в нашей семье между мужем и женою, родителями и детьми. Таким образом мы созидаем проекцию тех взаимоотношений, которые в результате могут быть или не быть у нас с Богом. Следующий тип проявления языческого начала в жизни христиан – это мамона, богатство. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, еще хочется сказать о магизме в волшебстве как форме неповиновения Богу. Надо сказать, что вся наука она выросла из магизма. Вся наука. Потому что наука действует по тому же принципу берется вещество А, смешивается с веществом Б и получается вещество С. И при этом не требуется никаких нравственных выводов или нравственных решений. Достаточно совершать какие-то механические действия, соединяя что-то с чем-то ради результата, которого мы ожидаем. А современная наука, она глубоко безнравственна. В том смысле, что любое изобретение, оно почти всегда используется против человека. Когда научились летать, уже думают, какую бы гадость сбросить человеку на голову, как писал граф Толстой. Когда изобрели двигатель обратного действия уже застрочил пулемет. И вторжение науки, вопросы атома, расщепление атома, они поставили мир на грань перед уничтожением. И в этом великое непослушание Богу. Теперь переходим к вопросу о Мамоне. В Евангелии от Матфея 6 глава 24 стих сказано «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Тема этой беседы «Кто твой господин». То есть мы ставим вопрос так, какие приоритеты мы избираем в этой жизни, какую иерархию ценностей мы выстраиваем, и для кого-то и господин это стремление к Мамоне. «Но Христос говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». У пророка Исаии сказано, что богатые люди, они живут так, как будто бы они одни поселены на этой земле. Они строят дом к дому, прибавляют поле к полю, как будто этот мир существует только для них, для богатых. Но это не так. Последнее слово всегда остается за Богом. Если бы последнее слово сохранялось бы за дьяволом, то жизнь была бы бессмысленной. Недавно мне задали вопрос, почему я сейчас не помню какая-то местность, два злодея надругались над девочкой, терзали, мучили, разрывали ее. Почему такое может произойти? Я ответил, если нет загробной жизни, то ваши претензии, они очень правильные. Справедливости нет в этом мире. Но мы верим в то, что жизнь, начавшись на земле, она не прекращается из-за гробов. это значит, что последнее слово, оно всегда сохраняется за Богом. Особенно в период военных конфликтов, когда уверовавшие в себя лидеры проявляют жестокость. Чаще это происходит, как писал русский религиозный философ Владимир Сергеевич Соловьев от осознания собственного ничтожества люди, дорвавшиеся до власти, они начинают совершать какие-то необдуманные действия, потому что они хотят придать через это себе какую-то значимость. И вот это осознание собственного ничтожества, то, что непонятно каким путем их судьба, как они думают, поставила на какое-то место, которому они явно не соответствуют. И чтобы убедить себя и других, они начинают какие-то программы. Например, в Китае во время правления Мао Чждуна была программа, что надо строить домашние такие печи для переплавки металла. И весь Китай этим занялся. Это все очень плохо кончилось. Или была программа, Мао Чждун увидел однажды, как воробей стал колевать по-русски риса. Была программа истребить воробьев. И когда их истребляли по воле Мао Чждуна, то урожай стал гибнуть, потому что воробьи они не только поедали роски риса, они уничтожали насекомых, которые вредны для роста риса. То есть всякий раз, когда мы необдуманно вмешиваемся в этот мир, в его процесс, с позиции собственного самомнения, это никогда не приводит в добро. И когда человек надеется на свое богатство, и он избирает Мамону своим господином, он не понимает, насколько все переменчиво. Сейчас происходит мировой финансовый кризис, он связан с политическими какими-то причинами, с военными катаклизмами, и никто теперь не уверен в том, что он сможет сохранить свой капитал. Мамона это иллюзия, что собрав какие-то богатства, ты можешь обеспечить для себя благополучие на многие годы. И притча о неразумном богаче, который построил большую житницу, собрал туда много богатства и сказал душе своей, ешь и пей, веселись, на многое время у тебя все есть, но ему было сказано безумный, в эту же ночь душу твою возьму, то есть и ждену. И следующая привязанность это форма идолослужения, то, что называется гедонизмом, когда стремление к удовлетворению похоти становится формой поклонения. И в послании Колоссянам, 3 глава, 5 стих, апостол Павел пишет, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». А почему и блуд, и нечистота, и страсть, и злая похоть, и любостяжание, это тоже оказывается идолослужение. Потому что человек, идя путем греха, имея привязанность к какому-то греху, к какому-то пороку, он может ставить на весы всю свою репутацию, все свои таланты, все свои способности ради удовлетворения, ради какого-то минутного наслаждения, это очень опасно, очень опасно. И это тоже форма идолослужения. Гедонистические настроения, которые обнаруживаются в жизни людей, они могут превратиться в некую идеологию. И сейчас они превращаются в идеологию. Вот это гендерная идеология, которая провозглашает вседозволенность в сексуальных отношениях, когда снимаются все табу, все запреты, и грех объявляется нормой. это страшные времена, времена, в которые мы живем. Я недавно смотрел сообщения из Канады, там по улицам ходят журналисты, подходят к людям и задают провокационный вопрос. Как вы относитесь к христианам, которые являются главными разносчиками ковида? И в Канаде, казалось бы, либеральная страна, в начале 20 века религиозные меньшинства переселялись туда. В свое время граф Лев Николаевич Толстой написал, кстати, роман Воскресенье для того, чтобы отправить целую общину Духоборов в Канаду. Весь гонорар от этого романа он пошел на эту программу и он переселил многих Духоборов в Канаду и тогда Канада считалась таким островом религиозных свобод. Но сейчас там поджигают церкви, сейчас там нападают на церкви, на храмы. Недавно было нападение на один католический храм, посвященный Деве Марии, и храм был расписан такими лозунгами «Иисус любит аборты». Представьте себе. Или «Я сам хозяин своего тела». И вот все за аборты. И даже на машинах, которые стояли у храма, сделали такие надписи. Почему? Потому что священник этого прихода, он узнал, сколько в день в Канаде в среднем делается абортов. И когда он узнал это число, он с прихожанами, они сделали такое символическое кладбище, когда на церковной территории они расставили белые кресты, воткнув их в землю. Белые кресты по количеству детей, которых абортируют в среднем каждый день в Канаде. и это для сторонников гедонизма и вседозволенности это что-то непозволительное, что-то недопустимое, происходит нападение на этот храм и власти оправдывают. Власти они в лучшем случае игнорируют такую информацию, а реально они поддерживают такие действия. Если в таких либеральных странах, как Канада, Соединенные Штаты Америки, Европа, священников арестовывают, на храмы накладывают огромные штрафы до 100 тысяч долларов, до 100 тысяч евро, только за то, что кто-то проповедует он видит этот проповедник проблему в росте гомосексуальности или кто-то проповедует против абортов, на таких проповедников спускают всех собак, общины закрывают, храмы разоряются, приходы разоряются, и это, конечно же, катастрофа. гедонизм превратился в похотливого идола, молоха, который пожирает наших детей, потому что грех все молодеет и молодеет, и руки извращенцев, они хотят дотягиваться до самых юных, молодых, неопытных. Однажды я столкнулся с такой ситуацией, когда у меня был сосед, и этот сосед, он приводил к себе часто женщин, домой разных женщин, но у нас в подъезде была очень юная девушка, очень целомудренная, и вдруг мы заметили, что он начинает увиваться вокруг нее. Я подошел к нему и сказал, зачем ты это делаешь? У тебя столько женщин, у тебя столько подруг, ты постоянно приводишь каких-то новых, зачем ты начинаешь увиваться вокруг Людмилы? И он сказал, меня тянет к чистоте, меня привлекает чистота, вот эта целомудренность ее, дьявол, он хочет все изгадить, опохабить, испачкать, и это проблема, это форма идолослужения. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, и любостяжание, то есть любовь к обогащению, которое есть идолослужение, все это служение истукану, гедонизму. Сластолюбие это тоже страсть, это тоже некий идол, который может обнаруживаться и среди христиан. сластолюбие это крайняя форма эгоизма и это стремление к комфорту сластолюбия. И второе послание к Тимофею, третья глава с первого по пятый стих сказано знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Казалось бы, нет ничего плохого стремления к комфорту и более того, многие люди испытывают такой комплекс депрессивного педантизма, депрессивного педантизма, когда человек не может себя нормально чувствовать, если не создан комфорт, если нету тех форм социального обитания этого человека, который он приветствует для себя. Но одно дело, когда человек думает о порядке, о чистоте, и некоторые отцы говорили, что внешняя чистота является отражением внутренней чистоты, и внешний беспорядок он может обнаружить, беспорядок скрытый. Хотя бывает и совсем наоборот. Но сластолюбие это такая страсть, когда человек не просто удовлетворяет свои потребности, например, он обедает, он хочет пиршествовать блистательно. Помните, как сказано о богаче и Лазаре, что богач пиршествовал блистательно, то есть он был сластолюбив, и любая такая привязанность, она представляет из себя некую опасность. мне рассказывали об одном старце, которому давали первое, второе, третье, он все это смешивал, заливая компотом и ел. И когда его спрашивали отче, Ава, почему ты так поступаешь, он сказал, чтобы не быть сластолюбивым, чтобы не привязываться к каким-то вкусовым ощущениям, потому что это будет форма плоского эгоизма и такой комфорт он опасен. И другая опасность, которая нас подстерегает в этом мире, не только неверующих, но и верующих, и христиан, это лжеучители. Лжеучители. И мы рассматриваем сегодня вопрос, кто твой господин? Может быть, кем-то завладело именно сластолюбие, а кем-то другая какая-то страсть. Лжеучители представляют из себя опасность. Они могут стать господствующими над нами. И во втором послании Петра вторая глава с первого по третий стих сказано «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Здесь апостол Петр пишет «Были и лжепророки в народе», то есть в еврейском, «Как и у вас, то есть у христиан, будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Они тоже хотят стать нашими господами, как любая страсть, она хочет господствовать над нами, как и сказано в Писании, кто кем побежден, тот тому и раб. лыжиучения ставятся в разряд того, что противопоставляет себя Богу, и это обрекает подпавшего под идолослужение божественному осуждению. Да, Бог есть любовь, и Бог есть любовь ко всем живущим на земле, и Он готов спасать каждого, и даже Июда, мы знаем, что была брань за Иуду до самого конца, и предание учит, что когда он хотел повеситься, у него не получалось это сделать, потому что дерево, на котором он хотел повеситься, оно наклонялось, и тогда он подогнул коленки, и таким образом погиб. Мы помним историю с Ананией и с Апфирой, когда от них ожидали до самого конца покаяния, но они не раскаялись и погибли. и и мы спасаемся верою, а не делами, и действительно пред Богом все равны в народе Божьем, в церкви, но лжеучители, они могут все поменять местами, они могут все исказить, извратить, и в настоящее время в мире набирает темпы такое движение, как движение новых атеистов, новые атеисты, это движение запущено масонами, новые атеисты, они занимаются тем, что они обличают любые формы религиозности, и они стараются изгонять любые формы религиозности из жизни людей. В свое время жена Ульянова Ленина, Крупская, уже после смерти Ленина, когда она отвечала за программы, связанные с воспитанием детей, она выступала против сказок, против русских народных сказок, любых других сказок, и она вела борьбу с этими сказками, это было связано с тем, что она видела угрозу для атеизма, вот в этих сказках, потому что в сказках рассказывается о чем-то чудесном, волшебном, исключительном, и Крупская говорила, надо запрещать сказки, не надо их издавать, потому что это мешает людям формировать твердые атеистические убеждения, вот такая была логика, и сейчас вот эти так называемые новые атеисты, они действуют сейчас в основном в странах западных демократий, они выступают, читают лекции, ездят по разным городам, они выступают на телевидении и в других средствах массовой информации, но они на самом деле возрождают тот старый атеизм, то старое воинствующее безбожие, которое впервые проявилось открыто во время французской буржуазной революции в конце 18 века, и потом оно проявилось в начале 20 века в России и в Мексике, причем революция в России и в Мексике произошла чуть ли не синхронно в 1917 году, и это была война против клерикализма, любых форм клерикализма, против духовенства, против Христа, в конце концов против Христа, и гражданская война в России, она тоже была обусловлена тем, что многие не соглашались с этой идеологией, а в Мексике возникло движение Крестерос, которое защищали священников, прятали священников, и там была настоящая партизанская война, они назывались Крестерос, потому что главный призыв этого движения верующих мужчин и женщин, детей «Вива Кристо Рей», то есть «Слава Христу Царю», они признавали над собою господином Христа Царя и не преклонялись перед каким-то другим господством. И, кстати, оккультизм, магиизм и гедонизм, они поставлены в Библии в один ряд. Это послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так царство Божие не наследует». Это послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. И вот мир, в котором мы сейчас живем, он взял на вооружение все эти пороки и он пытается их легализовать, раньше люди стыдились подобных пороков, подобных грехов, но сейчас они проводят парады достоинства, они как бы с достоинством неким говорят о том, что это им близко, мир сошел с ума. таким образом мир разделен на две сферы. Это служащие Богу, которые покоряются Его Слову. и это две вечности, потому что свой ад и свой рай мы создаем в этой жизни. В жизни человеку предоставляется возможность постигать Бога в этом наслаждении подлинное благо. И наш Бог, Он проявляет свою сущность, как сказано, Бог есть любовь. И своими страданиями на кресте, когда Он стремился к тому, чтобы никто не погиб, но чтобы каждый оказался с Ним в Царстве Небесном, Он доказал свою любовь. Бог доказал свою любовь и в самом сотворении этого мира, когда сотворив мир, Бог установил в Нем свои законы и порядки, которые должны открывать человеку правильный путь и отличать его от неправильного пути. Поэтому в законе Бога мы видим как повелительные заповеди, которые говорят, что надо делать, так и запретительные заповеди, которые говорят, что не надо делать. И для Бога очень важный вопрос, где мы будем проводить жизнь вечную? Или в Его Царстве, или в Царстве Лукавого? Это зависит от нашего отношения к добру или к злу. А так как мир пошел путем греха, путем греха, путем вседозволенности, то происходит ужасное погружение мира во все эти страсти, во все эти заблуждения, о которых мы сегодня говорим. Царство всегда означает территорию, где исполняются установления и повеления Царя. И в этом смысле Царство Божие, оно присутствует на земле, в тех людях и в тех сообществах, которые существуют, подчиняясь законам Бога. И вне этого Царства воры и разбойники. Это очень важно, живя на земле, осознавать себя подданным Царству Небесного. Когда живя на земле, мы осознаем, что мы, как сказано в Библии, сограждане ангелам. У нас есть наш Царь и Правитель. Это Царь Царей Господь Иисус Христос. Вива Криста Рей Слава Христу Царю. Это очень важный принцип. Поэтому христианин не задается вопросом, кто твой Господин, кто мой Господин. Мы преданно стараемся служить Христу, который царствует, уже должен царствовать в наших сердцах. Как и сказано, верою вселиться Христу в сердца ваши. А сейчас идет война в мире, в разных регионах. В основном это буржуазные войны за передел собственности. Такая агрессивная приватизация. И христианин должен обезопасить себя от того, чтобы не участвовать в коллективных политических грехах современников. Потому что наше царствие оно не от мира сего, как говорил Христос. И в то же время Христу было сказано, что дается ему власть и на небе, и на земле. И хотя его власть на земле не признается многими и многими, мы сохраняем верность Христу Царю. Поэтому вопрос кто твой господин? Кому ты преданно служишь? Греху или праведности? Богу или дьяволу? Это важный вопрос. По блаженному Августину человечество образует в историческом процессе как бы два града. Град земной и град Божий, которые различаются по ценностям и своему предназначению. Земной град составляют люди, желающие жить по плоти, ориентированные на материальной ценности. Небесный град состоит из тех людей, которые ориентированы на религиозные ценности. Они живут по духу. Августин не отождествлял небесный град, скажем так, в каждом случае только с христианской церковью, а земной град только с миром, потому что не все члены церкви подлинные граждане Божьего града. с другой стороны, праведники есть и вне церкви, в миру. Вот интересная вот эта книга «Несвятые святые», где рассказывается об этом. в мире все перемешано, как Господь сказал, не пытайтесь выдергивать плевела, пусть растет все вместе, дабы, выдергивая плевела, вы не выдернули бы и пшеницу. В этом мире все неопределенно, и плевел может превратиться в пшеницу, а пшеница в плевел. Это ангелы, когда они придут, они отделят одно от другого. Есть люди, которые сказали Богу «Да», но они не пошли за Ним. Это притча Христа известная. Есть люди, которые сказали Богу «Нет», но они пошли за Ним. Это те, в которых нравственные принципы, традиционные ценности, они не умирают. И в то же время среди нас есть люди, которые сознательно идут суицидальным путем, разрушая свою собственную жизнь, калеча себя через нравственные и моральные падения. Конечно, мы постараемся окружить их заботой, чтобы они одумались и перестали иметь своим господином дьявола, чтобы они подчинились Христу и чтобы Христос царствовал в их жизни. Борьба двух градов, града Божия, града дьявола, это столкновение добра и зла. Она должна завершиться полным отделением земного и Божьего градов друг от друга. Это произойдет только на страшном суде, который положит конец миру и истории. Праведники обретут вечную жизнь в небесном царстве, остальные будут обречены на вечное наказание. Итак, тема сегодняшней беседы «Кто твой господин?» Это актуальный вопрос, потому что все время мир тянет нас, особенно молодых и незрелых, в свою сторону. От действия призывающей благодати Духа Святаго побуждает нас вернуться к Богу. И мы сегодня вспоминали вот эти слова «Кто кем побеждет, тот тому и раб». Это очень важные слова. Христиане предпочитают быть рабами Божьими, потому что раб Божий это свободный от власти дьявола, от власти греха и от власти страха смерти. И вот к этой свободе во Христе и со Христом мы должны стремиться. И как я уже сказал, в этой жизни все неопределенно. И блаженный Августин обращал внимание на то, что в ковчег Ной ввел чистых и нечистых животных. И сравнивая церковь с ковчегом, Августин говорил, и в церкви есть чистые и нечистые, но пусть они пребывают вместе, потому что нечистый может очиститься. Живущий среди верующих меняет свои нравы, а худое сообщество оно портит. нравы человека. Собственно, само понятие святости по-еврейски кодушим означает отделенность, означает это слово посвященность, а посвященное это то, что запретно для другого использования и отделенность. И вот окончательное разделение, оно произойдет в день суда, но уже в наше время Апокалипсис говорит выйди из него, то есть из этого всемирного Вавилона, оставь его, выйди из него, оставь его. И мы знаем, какая печальная судьба была у племянника Авраама, Лота, который решил отделиться от Авраама, потому что его прельщал Содом и Гамора, тогда это была конфедерация очень богатых городов, как сейчас многих прельщает Евросоюз, И в конце концов, Лот все потерял. Лот потерял свою жену, он потерял своих дочерей, потому что они остались живы, да, но они вынесли из Содома, из Евросодома тогдашнего времени, порочные поступки, и они допускали инцест с отцом. Мы должны остерегаться того, что происходит в современном мире, дистанцироваться от проблем этого мира, ибо дьявол как рыкающий лев ходит, ища кого поглотить. Но наша надежда на Христа Царя, Он мой и твой Господин, если мы покоряемся Его воле и подчиняемся закону Его евангельских заповедей, постановлений и наставлений. И да будет так. Продолжение следует... Продолжение следует...